А для начала, Виктор Николаевич, давайте посмотрим видео номер один. Это выступление Владимира Владимировича Путина, где очень жестко и очень прямо он даже не намекает, а говорит, что будет с теми, кто попытается у нас откусить часть территорий. Вот все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить, но они должны знать, те, кто собираются это сделать, что мы зубы выбьем всем так, чтобы они не могли кусаться. Это очевидно, и залог этому – развитие наших вооруженных сил. Виктор Николаевич, про кого он говорит? Кому готовы дать по зубам? О, Рума, ты знаешь, тут если глубоко рассуждать, получается немалый пассиантик. Ну, давайте пораскинем мозгами. Кто у нас хочет чего откусить? У нас украинцы хотят откусить Крым, у нас НАТО хочет откусить Калининградскую область, у нас японцы хотят откусить Курильские острова. Но это вещи совершенно очевидные. Но я на всякий случай, ты знаешь, Рома, грешным делом подумал, но это уже моя такая конспирология, может быть, слишком тонкая, я даже сам ее боюсь. Может быть, все-таки осуществляется американский план, который, в общем-то, развивали еще при Трампе любыми способами рассорить Россию и Китай. И там же ты видишь, Путин, в предисловии к этой фразе, нужно обратить внимание, он говорит, что, слышу иногда, что Сибирь принадлежит другому государству. Наверное, ты слышал это, да? Что-то у нас со связью, да. Я думаю, может быть, может это такая, может быть, конспирология, может быть, Блинкин там что-то наговорил, может уже действовать этот американский план, но он маловероятен. Скорее всего, что я склоняюсь вот к первым трем месседжам Путина, которых я назвал тебе эти страны. Но, тем не менее, в голове надо держать стратегическую линию Соединенных Штатов Америки, которые взяли вот такую очень хитрую формулу. В Вашингтоне уже не стесняются даже друг другу говорить, что глупая политика Соединенных Штатов Америки в отношении России и Китая бросает их в один в окоп, делает из них один кооператив. Так вот, стратегический план Америки на этом направлении, либо заставить Китай, извини за выражение, вступать в констрактацию с Россией, либо, наоборот, заставить Россию вступать в констрактацию с Китаем. Ну, я думаю, что в Кремле и в МИДе сидят неплохие шахматисты, которые, безусловно, такую партию понимают. Ну, сейчас очень важно, конечно, дождаться, прежде всего, конечно, главного события этого года. Я не сомневаюсь, что оно таковым и будет. Это, конечно, встреча Байдена и Путина. А о чем они поговорят, Виктор Николаевич? Вы же знаете все попольные дела. Значит, ну, ты же знаешь, благодаря своим переводчикам, скажем так, владеющим иностранными языками, я посмотрел, значит, две вещи. Одна из них уже совершенно открытая. Она вот в Крихявике уже прозвучала, некий такой пасьянс вот этого разговора Блинкена с Лавровым. И там уже промелькнули некоторые достаточно серьезные вопросы. Я не буду в том порядке, который Блинкен вносил в повестку дня, но я скажу. Прозвучала Арктика о том, что мы, в общем-то, не будем считаться с теми российскими требованиями, которые предъявляются к правилам прохода по северному пути. Раз. Естественно, опять это звучало демагогией, что мы поддерживаем территориальную целость Украины. Дальше, ну, естественно, Блинкен бы не был Блинкен, который говорил о возрастающей агрессивности России, что мы будем защищать. Шел вопрос, Рома, задевались даже, значит, космические вооружения. Дальше, что чрезвычайно важно, Рома, мелькнула фраза, которая меня насторожила. Ее в какой-то степени проговорил и Лавров. Речь шла о комплексном подходе к разоружению. Там меня очень насторожила фраза, что шла речь о том, что надо России и Соединенным Штатам Америки вести речь о всех видах вооружений. Ты мне спросишь, а почему это меня насторожило? А тут я вспоминаю трудности подписания договора СНВ-3, когда американцы сказали, да, мы подпишем СНВ-3 или пролонгируем его. Но при условии, что Россия внесет в этот договор новый СНВ-3, о котором мечтали американцы, весь выводок наших гиперзвуковых вооружений. Вот здесь чрезвычайно важный момент, Рома, чрезвычайно важный момент, он заключается в том, что американцы по части гиперзвуковых вооружений отстали от нас на 10-15 лет. Они этого не скрывают, это вам не баранец говорит. Идем дальше. И совершенно понятно, что здесь затеяны новые какие-то маневры со стороны Соединенных Штатов Америки, чтобы выиграть эти 10-15 лет, когда американцы, в общем-то, наладят производство гиперзвуковых ракет. Хотя они там очень брехливо похваляются, что у них там уже есть какая-то ракета, которая летает со скоростью 17 махов. Но это настолько смешно, что когда Трамп незадолго до своего ухода сказал об этой супер-пупер-ракете, то журналисты американские, Рома, бросили сразу в Пентагон, чтобы они прокомментировали эту чудо-ракету. В Пентагоне очень серьезно посмеялись над этим заявлением Трампа и сказали, ну вы обращайтесь в Белый дом. Там это все родилось. В Белом доме ничего не ответили и тоже очень хорошо посмеялись. Рома, значит смотри, обсуждался вопрос с Ираном. Я скажу, что иранская ракетно-ядерная программа это достаточно серьезный гвоздь в одном из неприятных отверстий Соединенных Штатов Америки. Они ведут старую политику, зная наши дружественные отношения и ставят вопрос о том, а вы подговорите Иран. Подговорите Иран, чтобы он играл по американским правилам. И этот вопрос тоже будет обсуждаться. Но и естественно, Рома, вот здесь совершенно запутались и мои переводчики, и даже то, что я более-менее умею еще читать на примитивном уровне. Рома, странные вещи. С одной стороны, из Ринкявика раздается, что Соединенные Штаты Америки не будут препятствовать окончанию строительства Северного потока-2. Не будут. Тут же только возвращаются. Но они говорят про оператора больше, что они оператора Северного потока. А так они говорят, мы против Северного потока. Но удастся ли Путину поговорить с Байденом, чтобы они отстали, и Северный поток-2 был достроен, а потом еще и не взорван какой-нибудь секретной армией? Ну, вообще-то, я думаю, что Путин не будет никого уговаривать. Москва едет с определенной четкой позицией, чтобы не было похлопывания по плечу Путина сверху вниз. Путин этого не любит, и Путин этого не доступен. Это уже другие совершенно времена. Путин тот шахматный игрок, который не позволит, говорится, унижать. И понятно, понятно, что Москва ничего не выиграет, если его позиция будет пластилиновая. У нас есть принципиальные позиции, от них мы не отступимся. Странные американцы. Посмотри, ну, вроде бы Блинкен, это человек, который готовит, должен готовить Трампа, извиняюсь, должен готовить Байдена к переговорам. Он приехал на разведку и проработать весь комплекс тех вопросов, которые, скорее всего, Соединенные Штаты Америки готовы внести в повестку переговорам. Я не знаю еще где-нибудь в Рейкьявике или в Швейцарии, это еще вопрос в воздухе висит. И совершенно понятно, что было прощупывание Лаврова, это фактическое прощупывание позиции Кремля. Но странно, что такой, знаешь, какой-то такой голландский петух, этот Байден, сразу навалился на Лаврова и сразу какие-то там категорические позиции мы не позволим. Мы будем стоять. Блинкен, конечно. Он навалился на Лаврова вот с такими. Сергей Викторович, по-моему, так даже насторожился, что ты за петух так резко начинаешь кукарекать. Если мы приехали разговаривать, то давай с тобой, давай, наверное, карты на равных играть, да? Но, тем не менее, мы не заметили эту шустрость. И, тем не менее, меня, конечно, насторожило, что, видимо, вот этот ключ или эту педаль газа, которую на переговорах с Лавровым Блинком пытался вжимать до пулика, видно, тут тоже была некая проверка реакции Москвы. Ну, и еще раз сверка того, сверка ее позиции, координат всех по этим военным, политическим и экономическим вопросам. Блинкен открыто заявил, что Соединенные Штаты Америки, несмотря на некие неозабоченности Москвы, они будут патронировать натовскую Европу и размещать новые контингенты, естественно, помогать Украине. Рома, я тебе уже говорил, что, может быть, сейчас у Путина из рукава, в конце концов, выпадут два козыря. Один из них венециюэльской, другой раз кубинской. Но мы уже тысячу раз просили, не суйтесь к нашим границам. Ты знаешь, да, уже больше 30 лет. Ну, Путин, если говорил о красных линиях, то, наверное, сказать, да, вы вот вознамереваетесь Украину принимать даже в НАТО. Вы тут новые контингенты американских войск хотите в Польше размещать. Ну, а господин Байден, там есть две страны, Венесуэла и Куба. Вы не будете ничего против, если мы там парочку атомных водок пришвартуем и посадим парочку стратегической бомбардировочков. Это будет уже совершенно другой разговор. И я надеюсь, что так это и будет. Ну, а меня, конечно, Рома невероятно забавляет, как встревожена администрация Белого дома. И что пишут центральные американские газеты о состоянии Байдена и о том, что он совершенно не готов к разговору с Путером. У меня даже запомнилась такая шутка. Одна такая ехидная журналистка сказала, что надо, чтобы на столе у Байдена лежало несколько табличек. И на одном из них написано. Это Путин. Его зовут Владимир. Вас зовут Байден. Вы президент Соединенных Штатов Америки. Ну, в таком духе. Американцы умеют, умеют подкалывать своего президента. И тем не менее, в общем-то, сегодня еще одна интересная картина. Рома, американский политический так называемый эштабль разделился. Одна его часть, одна его часть категорически против встречи Байдена с Путиным. Один мерзавец даже договорился до того, что Байден падает в койку Путина. Да, и такая фраза прозвучала на одном из достаточно серьезных каналов. Ну, в общем, одна часть американского общества говорит, что Байден поедет сдаваться. Потому что он не соображает. У него уже деменция. А Путин в великолепной форме играет в шахматы. У этого президента сделает, ну, детский мат поставит, короче говоря. Говоря шахматным языком. С другой стороны, такие же, как Блинкен, ну, это такой, скажем так, главный петушок американской администрации, этот зачастую лишается совершенно дипломатического языка, что, наверное, сильно удивляет Лаврова. Он часто применяет обороты, как будто он, говорит, не с главой российского МИДа, да, а какого-нибудь, ты знаешь, такого великой такой державы, как Габон. Понимаешь, вот он все время пытается делать пасы, чтобы быть сверху. Даже ты, наверное, обратил внимание, жесты Блинкена, они, в общем-то, тоже были отработаны. Когда они здоровались с Лавровым, ты, наверное, заметил, как держали кулак и локоть Лавровый, как держал Блинкен. Он, в общем-то, нагловато задрал свой кулак над локтем Лаврова. И тут мне вспомнилось, ты, наверное, помнишь, когда президент Соединенных Штатов Америки встречался с лидером Кубы, да, и пытался положить руку ему на плечо, то у него вообще такой снял руку американского президента, как вонючий кизяк у себя. А теперь Блинкен решил подержаться за Лаврова на прощание. Ну да, чтобы убедиться, кому он будет проигрывать в этих вещах. Рома, сегодня было очень много новостей. У тебя, конечно, много вопросов. Давай экономить время и разговаривать дальше. Виктор Николаевич, важно, это то, что произойдёт потом. Вот какие войны смогут утихомирить, какие военные обострения удастся свести на нет. Вот, например, Нарышкин говорит про то, что американские войска из Афганистана двинутся в Среднюю Азию. Будет ли подниматься этот вопрос? О чём идёт речь? Узбекистан, Таджикистан, Киргизия. Где они могут появиться? Хорошо, хорошо, не гони, потому что я забуду тебе сказать. Вот мы как раз можем зачитать это заявление. Россия рассчитывает, что её союзники по УДКБ не пойдут на размещение у себя американских войск, выводимых из Афганистана. Об этом заявил глава службы внешней разведки Нарышкин. Стало известно, что США выделят до 240 миллионов долларов на строительство новых военных объектов за рубежом. Возможный перечень включены 20 стран, в том числе Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан. Так, начинаем с краю, с Таджикистана. Рома, скажи мне, пожалуйста, ты помнишь президента страны, единственного президента, который был на параде 9 мая? Ты помнишь, да? Это был Рахмон. Рахмон. Это был Рахмон, да, Рахмон, внимание. А буквально за две недели до 9 мая в Таджикистан наведались американские эмиссары. И я не исключаю, что там состоялся такой, знаешь, нахальный разговор с Рахмоном. Мол, брат, ты знаешь, мы-то выйдем из Афганистана, тебе же будет хреново, да? Да, и мы, если тут рядышком у тебя где-нибудь в горах примастимся, вдруг чего? Если талибы начинают вырубать афганское правительство, мы быстренько поможем. В общем, нам нужно тут местечко нарежь, наша скромная база сядем. Ну, в общем-то, за это получишь немало денег, которые тебе Рахмон очень пригодятся. И вот я, конечно, был сильно удивлен, как резко рванул Рахмон после этого в Москву. Видимо, на консультации, видимо, какие-то разговоры были. То, что говорит Нарышкин, это совершенно очевидно. Конечно, это уже сами американцы говорят, они даже раскладывали рома пасьянс. Куда они могут переправить те 2500 американских солдат, которые должны выйти из Афганистана? Назывались, например, и Южная Корея, назывались и Япония. Ну, а дальше, конечно, конечно, шли наши союзники по организации договора коллективной безопасности. Почему для американцев это чрезвычайно важно? Это антироссийский реактив. Ты понимаешь, если американцы снова вернутся в ту же Киргизию, я не думаю, что Путин будет аплодировать до дыма на ладонях. Так же, как и в Киргизию, так же в Казахстан, так же в Таджикистан и так далее. Ну, я не знаю, у нас есть две бывшие союзные республики, которые ведут самостоятельную политику. Это Туркмения и это Узбекистан. Ну, если в Узбекистане там уже биологические лаборатории шпарят во всю эту заразу, то я не исключаю, что, возможно, американцы уболтают Узбекистан. А вот с Таджикистаном для них стратегически важно присесть. Ну, во-первых, Ром, это способ внести раскол в организацию договора коллективной безопасности. Так, так. Я вот не знаю, прописан или не прописан, по-моему, не прописан пункт, при котором иностранные военные базы, стран, не входящие в АДКБ, не должны базироваться на территории любой страны без общего согласия вот этого союза АДКБ. Я думаю, что такой пункт не был бы прописан, потому что ты знаешь, а в Киргизии уже сидели, да, да, слава богу, мы заплатили немало денег, чтобы убрались, монатки оттуда убрались, к чертям собачьим американцы, да. И тем не менее, это было, это было, там две, и американская наша база там существовала. Одно время мы тоже штанишки приспустили перед американцами, когда они входили в Афганистан. Они же перевалочный путь у нас на берегах Волги сделали, да, сделали. И это тоже в России сквозь зубы обсуждалось определенной частью нашего общества. Да. Так что, Рома, я думаю, что выход из своего выхода из Афганистана американцы попытаются выжать максимальные дивиденды, но с одним очень серьезным окрасом, антироссийским окрасом. Им нужно рассорить членам АДКБ. Ну, Ром, мы ведь тоже в эти карты хорошо играем. Турция тебе ничего не говорит, да? Хорошенький мы такой колышек забили, нестройные ряды НАТО.